Открытая беседа с властью на тему актуальных проблем. На вопросы жителей округа во Дворце культуры имени Юрия Гагарина в пятницу вечером ответили глава Михаил Токарев, его заместители, депутаты, сотрудники полиции, социальных и надзорных органов. Наибольшая очередь в общем фойе к столу Сергея Анфилова, заместителю главы администрации по жиречно-коммунальным вопросам. Проблемные участки города, газификация удаленных отергиевых посадок сел и деревень, взаимодействие с управляющими компаниями. И самый частый вопрос, за что жители платят деньги, а именно как выстраиваются тарифы и можно ли повлиять на стоимость коммунальных услуг. Население больше всего интересуется, когда же будет происходить снижение тарифов населения. Могу сказать по этому вопросу то, что сразу-сразу, я вам честно скажу, этого не произойдет. Это произойдет постепенно, постепенно, в течение нескольких лет. Нет, в течение нескольких лет. Первые подвижки увидят люди уже в июле 2020 года, когда у нас меняются тарифы с вами. Вот это увидят первые подвижки. А далее, далее тариф будет постепенно выравниваться. Глава городского округа Михаил Токарев обсудил с активистами мусоросортировочный комплекс, который строит в Сахарова. Пусконаладочные работы запланированы на начало 2020 года. Жители округа хотят увидеть объект на стадии строительства. Входит информация о том, что с 20-х чисел, кстати, разнятся то ли ноября, то ли декабря, там собираются открывать временную площадку для складирования. Такого не может быть. А эти документы исключительно в юрисдикции уже администрации района, ну округа. Документы какие? Ну, о разрешении складирования. Поэтому я и обращаюсь к вам. Это не областной проект. Мы, еще раз, мы даже об этом говорили, и говорили очень много, и часто, и говорить начинали еще, когда шли в публичные слушатели по отдельным временам участков, что пока, что называется, ленточки не бежут, то есть пока не будет полностью введен в эксплуатацию этот мусороперобладочный комплекс, никакой там ни временной площадки, ничего не будет. На встрече с главой вспомнили и западный объезд, техническое открытие которого прошло на этой неделе. Житель Скоропусковского рассказал, что проехал по новой дороге, и это действительно быстро и удобно. Теперь ему не придется тратить время на пробке в центре города. Напомним, массовые встречи с властями в формате диалога без предварительной записи проходили в Сергеевом Посаде в марте 2018 года перед отчетом главы и в марте 2019 года. Тогда день открытых дверей прошел в администрации. Открытая беседа – возможность для жителей обозначить проблемы, а для чиновников и депутатов – разобраться, на что в первую очередь стоит обратить внимание и при необходимости детально разбирать ситуацию на месте. Должно быть много разных цветов. Я думаю, что все хорошо, что направлено во благо людям. Нужны и мои приемы. Форма, которая сегодня здесь, мне кажется, жителям она удобна. Я видел, что пришло много людей, и те, кто приходили ко мне. Вопрос же не в том, как приемы проводить, а в том, какой результат будет после этих приемов. Главное, что депутатская работа заключается как раз с общением с жителями, приходится с различными вопросами, проблемами, сложностями. Я сегодня могу только подытожить, что очень много вопросов как раз по поводу мусорной темы с рекоператорами. Это, конечно, актуальные вопросы, и люди задавали, и спрашивали, и просили, чтобы не предоставили документы. Мы сейчас будем очень плотно анализировать те вопросы, которые предложили, которые поступили к нам, вопросы и те предложения, которые были. Уже когда Михаил Юрьевич, глава городского округа, несколько позже подошел, присоединился к этому разговору, то таких вопросов, которые требовали именно его присутствия, их было уже очень мало. В основном это были рассуждения, все-таки предложения, хотя конкретные поручения получены уже сейчас, в ходе этой встречи. На открытую для беседы площадку о Дворце культуры в пятницу пришли около 230 человек. Свыше 300 обращений к 45 чиновникам разных уровней. Вопросы, проблемы, предложения. Больше частей их удалось решить на месте. Остальные включат в план и будут учитывать при формировании программ. Основная цель, которая была перед, когда мы планировали это мероприятие, что по возможности максимально обеспечить так, что каждый желающий, который пришел к нам и задал свой вопрос, либо обозначил свою проблему, чтобы она сразу была решена. Конечно, все вопросы разные, все проблемы разные, не каждый вопрос можно моментально решить. Но и сегодня, когда мы приходили, смотрели, когда с коллегами с вами общался, ну, наверное, процентов 40-45, да, вот именно таких вопросов были решены на месте. Вот это, наверное, самое главное, это самое приятное. По словам Михаила Токарева, встречи в формате открытого диалога планируют проводить раз в квартал. Анна Спиридонова, Александр Бурмистров и Евгений Шевченко. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok